Про кино Простоквашина, ну погоди, бременские музыканты и множество других великолепных историй. Малышам они подарят добрые эмоции, встречи с героями и яркую картинку, а взрослым добрые воспоминания и огромную порцию отличного юмора. Наконец-то мой любимый дядь Фёдор приехал! Теперь мы вдвое больше серы для нашей коровки спасём! Несмотря на обновлённую версию мультфильма, классическая навсегда останется в наших сердцах, а мы с удовольствием будем пересматривать её снова и снова. История про мальчика по имени дядя Фёдор, кота Матроскина и Шарика не только развлекает, но и несёт в себе важные жизненные уроки. Мультфильм учит детей ценить дружбу, быть откровенными и справедливыми, помогать другим и смело идти за своими мечтами. Всё это делает его ценным образовательным материалом для маленьких зрителей. Отличная анимация и качественный дизайн персонажей создают великолепную визуальную картинку, которая дополняет сказочную атмосферу мультфильма. Он возвращает нас в мир детства, наполняет радостью и улыбками. Простоквашино — это настоящая жемчужина анимационного искусства, которую с удовольствием будут смотреть и дети, и взрослые. Интересный факт. Мама дяди Фёдора была в точности срисована с Ларисой Мясниковой, жены художника-постановщика Ливона Хачатряна. Единственное отличие — очки. У Мясниковой они были круглые. А дедушка где спит? Какой дедушка? Ах, дедушка. А там, в прихожей, на коврике. Что делают домашние животные, когда остаются одни в квартире? Конечно же, зовут друзей и веселятся от души. Как-то раз дедушка ушел на работу и оставил своего пса Барбоса за главного. Тот решил пригласить в гости дворнягу по имени Бобик. Весь день они стояли на ушах. Катались по полу в лужу разлитого киселя, разоряли холодильник и громили все, что под руку попадется. Барбос рассказывал Бобику, что дедушка у него по струнке ходит, но, как назло, домой вернулся хозяин хвостуна. Интересный факт. Режиссер Владимир Попов также автор знаменитой серии мультфильмов про Простоквашина. А вы не были на Таите? Гаите, Гаите. Не были мы ни в какой Гаите. Нас и здесь неплохо кормят. Пернатый по имени Кеша обычный попугай, который стал культовым мультяшным героем и стоит в одном ряду с котом Матроскиным, Леопольдом, с тандемом Волк-Заяц и Зну Погоди. И несмотря на его скверный характер, миллионы маленьких зрителей полюбили его за незабываемые приключения, оптимизм и обаятельность. Каждый эпизод был наполнен радостью, дружбой и веселыми моментами. Мы наслаждаемся яркими иллюстрациями и музыкой, которая до сих пор звучит в нашей памяти. Новые приключения попугая Кеши – это не только мультфильм, но и часть воспоминаний о беззаботности и волшебстве детства. Мы рекомендуем его всем, кто хочет окунуться в атмосферу счастливых моментов и насладиться приключениями с любимыми героями. Интересный факт – сюжет мультфильма детские психологи используют для решения конфликтных ситуаций с подростками. Какая все-таки замечательная вещь – каникулы. Однажды добрый цирковой лев Бонифаци отправляется в Африку к бабушке на каникулы. Однако отдохнуть он так и не смог, потому что развлекал местных ребятишек разными трюками. Жонглировал, ездил на велосипеде, ходил по канату. Интересный факт – детей пригласили в студию для записи заразительного детского смеха, который звучит в мультфильме. В смотровой комнате им показывали фильм без звука. Дети смеялись. Их смех, записанный на пленку, вошел в фильм и стал смехом маленьких чернокожих зрителей Понифация. Каждому из нас фраза «ну погоди» известна практически с пеленок. Это один из многих качественных мультфильмов, на которых выросли целые поколения. Одно из лучших творений союзмультфильма. И не важно, что повороты сюжета известны как «дорога домой», а редкие фразы персонажей заучены наизусть. Наблюдать за злоключениями невезучего волка и счастливыми поворотами в судьбе милашки-зайца интересно всегда. Знакомить новые поколения с нетленным мультипликационным творением нужно все непременно. Интересный факт. «Ну погоди» успешно переведен на несколько языков. На английском есть версия «well, just wait», на немецком «has он вольф». Также есть версии на чешском, польском, испанском и других языках. «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету». Эта вольная экранизация одноименной сказки «Братьев Гримм» превзошла по популярности первоисточника. Сейчас у многих зрителей бременские музыканты ассоциируются именно с мультфильмом, где огромное значение имеют песни, быстро ставшие частью культуры. Даже те, кому не нравятся мюзиклы, испытывают к бременским теплые чувства, поскольку песни и просто музыка идеально подчеркивают веселое сказочное настроение, в котором смешиваются воедино тяга к свободе, романтика и приключения. Интересный факт. Долго не могли решить, как должны выглядеть разбойники, пока кто-то не предложил срисовать их с популярной троицы — Витсена, Маргунова и Никулина. Идея была поддержана и утверждена. Один из самых любимых советских музыкальных мультфильмов, песни которого до сих пор остаются хитами. Сказка учит нас, что доброта и искренняя любовь всегда побеждают злобу и корысть. Простой парень Иван влюбился в царскую дочь, забаву, но у царя были другие планы на девушку. Он желал для нее богатого боярина, такого, как Старый Палкан, например. Опечалившись, забава придумывает хитрый план, как спастись от нежеланной помолвки. Говорит, что выйдет замуж только за того, кто построит летучий корабль. Интересный факт. Юрий Энтин однажды признался, что слова к самой популярной песне мультфильма, песне Водянова, он написал, сидя в ванной 10 минут. Ага, ну, тогда сделайте мне, во-первых. Поучительный мультфильм о том, как важно учиться и делать все самостоятельно, не перекладывая задачи на других. Вовка, вдохновленный сказками, где есть скатерть-самобранка, прислуга, золотая рыбка и двое из ларца, отказывается брать в библиотеке книгу «Сделай сам». Он мечтает о сказочной жизни, где ничего не надо делать. Тогда библиотекарь отправляет его уменьшенную копию на страницы книги. Сначала Вовка пытается пользоваться волшебством, но оказывается, чтобы сделать что-то хорошо, нужно делать это самому. И выходит, что без книжки «Сделай сам» не обойтись. Интересный факт. Вовку озвучивает актриса Рина Зелёная, которая прославилась своим мастерским воспроизведением детских голосов. Маленькие слушатели, и не только маленькие, верили, что говорит ребёнок, и пачками писали юной актрисе письма. Это самый замечательный мультик из всех советских мультфильмов. Такой душевный и добрый. Вам просто стоит посмотреть его. В этом мультфильме настолько много юмора, и всё это благодаря главным героям — псу и волку. Его можно смотреть много и много раз, и не уставать повторять самые забавные фразы. Шо? Опять? Или Щас спою? Которые вызывают смех. Интересный факт. Мультфильм получил большое количество премий и наград, в том числе международных. Так, снятый в 1982 году, совершенно фольклорный «Жил-был пёс» завоевал первое место на международном кинофестивале в Дании. В подписке «Картина ТВ» собраны коллекции любимых познавательных и развлекательных мультфильмов. Переходите в видеотеки «Союзмультфильм», «Старт», «Иви» и наслаждайтесь просмотром для всей семьи. А если вы не нашли свой самый любимый мультфильм в нашей подборке, будем рады, если вы поделитесь с нами в комментариях.